Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Сегодня мы в порту встречаем долгожданный груз, который комплектовался в Российском детском фонде по нашей программе Российского детского фонда «Дети с заболеваниями туберкулеза». Комплектовался он в течение года. И сегодня очень радостно, что наша Забайкальская краевая получит безвозмездную эту помощь, где в грузе находится медицинское оборудование, спортивный инвентарь, детская одежда, мягкая игрушка, техника и детские книги, которые шли в программе 2015 года, по литературному проекту для библиотек нашего края. Это кто? Не написано здесь. Это библиотека. Это наша. Это культура. Это кто? Диспансер. Герантин, это вам. Да, это у нас долгосрочная программа. Мы ее ведем более 15 лет. Детский российский фонд выигрывал гранты. И вот поступление медицинского оборудования и какие-то бы не были крупные мероприятия, праздники, мы эти учреждения продолжаем. Тем более в коде гранта детский фонд издали книги, что нужно знать о туберкулезе, плакаты для всех школ нашего края, больниц, чтобы знали. И хотелось отметить то, что 24 марта ежегодно с Министерством здравоохранения мы проводим акцию «Белая ромашка». То есть это посвященное начало движения туберкулеза, который уже будет отмечаться более 100 лет. И хотелось отметить, что родители в этом отношении несерьезно окусятся по постановлению учета детей при проверке, когда идет вот эта акция. Потому что заболевание туберкулезом растет. Это не только у нас в Забайкальском крае, но и по всей России. И поэтому здесь надо всему нашему населению в этом году подключиться более активно, потому что дети растут. И в дальнейшем будут затраты больше финансирования, больше будет проблем в лечении детей. И поэтому мы призываем население, детские учреждения, школьные, здравоохранение, чтобы в этом году, 24 марта, подключились в такую акцию.